Здравствуйте! Вы смотрите программу Спорт ТВ. С вами Вера Сазонова. Сегодня у нас в гостях судья и организатор автомотогонок Олег Колокольчиков и мастер спорта по мотокроссу Владимир Агибалов. Здравствуйте, Олег! Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте! Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Олег, я знаю, вы неоднократно выступали на гонках в классе Супермото, принимали участие в чемпионате России. Расскажите, как вы пришли в мотоспорт? В мотоспорт я пришел, наверное, поздно, по общепринятым канонам. Мне уже было больше 30 лет, когда я впервые сел на мотоцикл. Но я тогда занимался картингом, был знаком с гонками. Мне это было интересно. И мне было интересно сменить 4 колеса на 2, попробовать что-то новое в своей жизни. Я несколько лет занимался после того, как сел на мотоцикл мотокроссом. Но мотокросс, конечно, тяжелый вид спорта, требует физически большой выносливости и так далее. И я через некоторое количество лет принял решение пересесть на Супермото. Супермото в физическом отношении более доступный вид спорта и, наверное, более интересный. Я, поскольку я занимался картингом, мне асфальт близок. И я понимаю, как по нему ехать, в общем-то, что это такое. Вот, я занялся Супермото. Это довольно молодой класс гонок. Он существует всего лишь, например, 2 десятилетия. Его придумали в свое время одни ребята, которые решили объединить мотокросс и гонки по асфальту. Посмотреть, что из этого получится. Вот получилось такое интересное мероприятие. Здесь сейчас проводят чемпионат мира, чемпионат Европы проводится. Это развитие спорта. Для него строятся специально трассы для Супермото, уже строятся. В Болгарии есть очень интересная трасса. Там даже грунтовый участок, так называемый, сделан полностью асфальтовым. Так что этот спорт развивается. Он, конечно, не очень, может быть, такой доступный финансовый, как мотокросс, но очень такой зрелищный и заводит азартный. Владимир, я знаю, что вы больше 20 лет занимались мотокроссом. Расскажите, как вы пришли в эту мотодисциплину? Я начал заниматься в 15 лет в доме пионеров. Там был кружок, значит, и занимались именно спортом. Там учили и на права, мы там сдавали на права. И я вот начал с дома пионеров. Участвовал в юношеских соревнованиях, потом, значит, постепенно рос, рос. Вот участвовал в спартакаде народа в СССР в 65-м году, потом на российских чемпионатах. Даже участвовал, когда проходил чемпионат мира, в кроссе сильнейших. Ну, это собирали 40 лучших гонщиков Советского Союза. И я числа 40 участвовал, значит, от Курской области в мотокроссе. Так что я, в принципе, 25 лет отъездил, занимаясь кроссом. Ну, помимо, занимался еще автогонками, потом занимался гонках по льду. Так что очень большая карьера у меня, связанная с мотоциклом. Как вы считаете, как сейчас развивается мотокросс и мотокультура в нашем регионе? Несколько лет назад, примерно 5-6, действительно, получилось выбить финансирование у администрации города, области и спорткомпьютера, городской, областной. Были куплены несколько мотоциклов, привлечен микроавтобус, кое-какое оборудование, палатка и так далее. Но хотел бы что сказать, что, конечно, вот с тех пор прошло какое-то время, жизнь кроссового мотоцикла, ну, конкурентоспособность жизни, это, ну, год, ну, максимум два. И техника у нас давно не обновлялась. Микроавтобусу нашему, если не ошибусь, там, 23 года. Он, конечно, оборудован для передвижения, но тем не менее. То есть, вот в этом году наша команда поехала на чемпионат России. И мы там, конечно, выглядели как-то несколько бледновато. Потому что, как оказалось, почти в всех регионах, кто-то приехал, есть новые мотоциклы, новые микроавтобусы, в общем-то, все хорошо. И хотелось бы, чтобы мы тоже там до этого уровня дошли, хотя бы в следующем году. Потому что заниматься на старой технике невозможно. На ней невозможно ехать так быстро, как еду там другие. Недавно на картодроме имени Льва Кононова состоялся пятый этап чемпионата России по супермото. Давайте посмотрим об этом сюжет. Тридцать гонщиков со всей России встретились на одной из сложнейших трасс, чтобы выяснить, кто самый быстрый и техничный пилот 2014 года. Зачет проводился в четырех классах. Чемпионат России, Кубок России, Кубок России Миниматарт и класс любителей. Сразу после заезда нам удалось поговорить с курскими участниками соревнований. Первая гонка вообще. Поэтому ощущения непередаваемые, но тяжело. Два совета. Правильно проехать повороты и не упасть. На мощном австрийце КТМ 690 выступает Алексей Обезин. Пилот переживает, что его железный конь имеет перевес в 30 килограммов, что значительно уменьшает скорость на треке. Зато в мастерстве Курянин не уступает своим конкурентам. Эти соревнования для гонщика юбилейные. Ровно 30 лет назад Алексей впервые пришел на Курский картодром. Для людей, которые пытаются ездить, научиться ездить, вот это самое лучшее место, самое лучшее применение для этой техники. Я рассчитывал на самом деле на третье место, но проспал старт, все-таки немножко переволновался с непривычки. По итогам соревнований Алексей Обезин в классе Супер Мото пришел четвертым. Дмитрий Углов финишировал шестым на спортбайке. Золото в классе спортбайк уехало во Владивосток с Александром Далуда. А чемпионом России по Супер Мото стал Макар Юрченко из Санкт-Петербурга. Нашу копилку медали пополнил железногорский гонщик Никита Катеринич, который завоевал бронзу в классе спортбайк. К заезду в классе любители допускались все желающие. Главное правило – соблюдение техники безопасности, наличие экипировки и мотоцикл. Шлем, мотоботы, перчатки, кожаный костюм и вперед на гоночный трек. Картодром открыт не только в дни соревнований. Олег, давайте подведем итоги о прошедшем мероприятии. Ваши впечатления? Если мы говорим о этапе Кубка Чемпионата России по Супер Мото, то он у нас прошел слабо-хорошо, без травм, без серьезных, как иногда это бывает в этом виде спорта. Это был последний заключительный этап. Приехали, наверное, не все спортсмены. Некоторые, может, не было смысла ехать из-за того, что они понимали, сколько у них очков, и это ни на что не влияло. В конце сезона обычно ломаются и мотоциклы, и травмы гонщиков. То есть конец сезона всегда поскромнее проходит, чем начало. Но, тем не менее, все, кто приехал, здорово проехали. Мы трассу хорошо им подготовили, поработали, в том числе и грунтовый участок. Если зрители не все знают, то Супер Мото такая дисциплина, где едут на мотоцикле гонщики и по асфальту, и по грунту. Съезжают с асфальта на грунтовой участок, приезжают несколько поворотов трамплинов и обратно приезжают на асфальт. Этим-то дисциплина и сложна, и интересна, потому что приходится ехать по грунту на асфальтовой резине гладкой. Она очень скользкая, это крайне сложно делать там. Ну, сложно и опасно, но, в том числе, значит, и интересно делать. У нас победил на этой гонке совсем молодой парень, Макар Юрченко. Для него это была, по-моему, даже дебютная гонка. Талантливый парень, он является призером чемпионата России по мотокроссу в классе 85 км сантиметров. Он отзанимался год, насколько я знаю, за границей на спортбайке в гонках. То есть, реально хорошая подготовка. Ну, и видно, есть у него навыки, талант для этого. Проехал очень быстро, выиграл квалификацию. И одной гонке победил, а второй приехал там чуть попозже. Но, тем не менее, хватило очков, чтобы занять первое место. А у нас там ездят, в основном, мэтры, такие люди, которые давно уже в дисциплине. Кстати, у нас есть команда, которая выезжает на супермото-нации, так проводится такое мероприятие. По аналогу с мотокроссом-нацией проводится супермото-нацией, где собирается команда по три гонщика от, ну, не всех, конечно, но многих стран мира, и проводится вот такой неофициальный чемпионат мира по супермото. Они сейчас собрались, как раз это проводится осенью. Это мероприятие готовится к этому, к этой поездке на супермото-нации. В общем-то, мы проводим традиционно эту дисциплину в Курске. У нас она ежегодная, она очень зрелищная, интересная, много зрителей приходит, и мы ждем всех, для того, чтобы на это можно было посмотреть. Те, кто знает, очень любят, насколько я понимаю, особенно мотоциклисты. Владимир, расскажите, что нам ждать от нашей команды Курской по мотокроссу в следующем спортивном сезоне? Если во время подготовки зимней не произойдет никаких травм, то есть перспективные ребята, от которых мы ждем хороших результатов. Какие-то крупные мероприятия планируются? Да, на будущий год мы планируем провести весной, ориентировочно в апреле сейчас, лазоват стата, мотокросс. В этом году у нас его не было. Сложно было с финансированием с бюджетным, но мы все понимаем сейчас, экономическая ситуация какая. Тем не менее, планы мы строим. Проведем также этап по супермото, традиционно уже. Ну и, возможно, будут какие-то мероприятия шоу, но хотел бы, чтобы это осталось как-то в виде интриги, потому что только это согласовывается, будет, мы объявим об этом дополнительно. Хотел бы еще добавить, что у нас уникальная ситуация в городе. Наверное, последний город в России, где есть картодром, на который можно бесплатно поездить. В любом другом городе России это можно делать только за деньги. А у нас такой объем мотоциклистов, которые количество ездит по улицам. Тем не менее, в атакодроме я вижу просто единицы. Кто-то вот сейчас, как Дмитрий, поехал на эту гонку, погонялся. Но хотелось бы какую-то массовость, хотя бы небольшой, чтобы это было интересно для людей. Потому что те, кто катается ночью с прямотоками по городу, пугают прохожих, но они просто уже всех достали, в том числе и меня лично. Когда я днем еду по городу на мотоцикле, мне какая-то машина не пропускает. Наверное, ночью человек разбудил его ребенка спящего. Если у них есть у этих людей какой-то азарт спортивный, пожалуйста, трасса, тренируйтесь. Сейчас все стало очень доступно. Интернет, ролики, много информации, как нужно ехать, техника езды. И у нас на трассе вполне реально до этого добиваться. Но в Москве, в Белгороде, я знаю, на трассе есть профессиональный тренер, который из Москвы тренирует группу людей. Это очень дорогостоящий мероприятие. Находится круг лиц, которые плачут это для себя, и там тренируются, падают, бьют мотоциклы, восстанавливают. Но этим занимаются. Но странно, что у нас в Курске нет такой мотоспортивной активности для тех же людей. Спортбайк, им пользоваться ехать по городу, все равно что, компьютером гвозди забивать. Он создан для спортивной трассы, реально для поворота. И вот люди, которые просто на нем катаются, они не знают на 5% его возможности этого спортбайка. Действительно, это очень важный и интересный вопрос. Я надеюсь, что телезрители услышат ваши слова и придут на картодром, чтобы использовать все возможности своего мотоцикла. Спасибо вам за интересную беседу. До свидания. До свидания. До свидания. Вы смотрели программу Спорт ТВ. Любите спорт и будьте здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok